Строгость проявлять также в нужный момент. Строгость означает опора на Бога всегда. Вот, допустим, близкий человек начал наглеть. Раз, строгость. Это значит, я опираюсь не на него, опираюсь на Бога. И он начинает это чувствовать, и раз, понимает, все, приходит в себя. Опираться на Бога означает строгость. Строгость — высшее проявление любви. Часто родители не знают, что делать с детьми вообще, в принципе. Они не могут их наказывать, потому что думают, что это жестокость. Потому что они не знают, что когда человек опирается на Бога и строго себя ведет, это не жестокость. Это высшее проявление любви. Это не жестокость. Ты строгий, но ты как бы человеку ничего плохого не хочешь, ты хочешь, чтобы справедливость была. И это высшее проявление любви, это называется строгость. А с другой стороны, доброта, она тоже, это не баловать человека, доброта. Это делать, ну, по-доброму к ним относиться, значит, следить, не делать ничего того, чего его разбалуют. Лишнего ничего не делать человеку. Надо понимать, что человек слаб по своей природе. У него нет силы, не всегда бывает силы выдержать наши награды. Можно человека легко, ребенка испортить наградой, знаете об этом? Вот один раз наградила больше, чем положено, и все. И он уже потерял себя. По-моему, у вас была вот история, а нет, это было в Красноярске, то, что женщина рассказывала, что бабушка хочет сыну машину подарить. Ну, там, юноша. И она говорит, я боюсь этого, я чувствую, что все это разбалует его. Она и так уже балует его, он начал наглеть, разговаривать по-хамски. Я говорю, вы правы, абсолютно. Не препятствуйте этим вещам, сражайтесь за то, чтобы ваш ребенок рос в нормальном состоянии. Не балуйте его, не делайте из него монстра, который думает, что ему все позволено в этом мире. Пускай сам себе деньги зарабатывает. Покупает тогда, если у него есть уже накопленное благочестие. Продолжение следует...